В 8 утра на остановке Дачная малолюдно. Тех, кто спешит копать грядки и сажать помидоры, на общественном транспорте не слишком много. Первые рейсы 142 маршрута стартовались с 6 утра. Вход строго в маске. Нельзя нарушать и социальную дистанцию, поэтому контролер следит, чтобы в салоне автобуса большой вместимости было не больше 30 человек и не больше 20 в автобусе малой вместимости. Чтобы все добрались с комфортом, транспорта на маршруте в два раза больше обычного. Сегодня 1 мая, мы открываем дачный сезон. На данное время мы на 142 маршрут поставили 8 единиц автобусов. Автобусы ходили через 30 минут, но через 30 минут они ходили из-за того, что на сегодняшний день почему-то не было народу. Самое большое мы набрали 11 человек в одном автобусе, в остальных по 6, по 7. Чтобы довезти всех желающих на Ключеревские дачи, хватило 7 рейсов. Открывать садово-огородный сезон на автобусах поехали 54 человека. Надежда Федотова одна из них. Она, дачник со стажем, 32 года выращивает фрукты и овощи на собственном участке. Во-первых, спасибо большое, что дали автобус. Земля не ждет. Нас помидоры надо везти, под картошку копать. Работы очень много. Все сажаем. И огурцы, и помидоры, и картошки, капусту, лук, морковь. Все сажаем. Огород огородом, а о здоровье помнить нужно. Лучше не ходить в гости и избегать бесед с соседями. Покидать свой участок не стоит. Впрочем, со всеми рекомендациями дачники знакомы. Везде написано дистанция полтора метра, всегда в маске, ну и используя средства антисептические. То есть, ну, не выходить, как было сказано главой республики Мордовия, за пределы дачного забора, не выходить. Даже после дождей, когда земля на многих участках еще сырая, дачники находят себе занятия. Любовь Латышева еще с утра работала в теплице, а сейчас сажает землянику. Дело не в проворот, зато огурцы, помидоры, клубника и даже виноград собственного производства. Ну, сегодня вот надо вот Викторию обработать, вот прополоть ее, значит, порохлить, значит, это подкормить в первую очередь. Вот, ну, в теплице там прокопать, потому что надо рассад уже привозить, готовить, в общем, к посадкам. Добраться с дачи до города можно с 13 часов. Последний автобус с конечной остановки отъедет вечером в половину шестого, чтобы дачники успели добраться домой на общественном транспорте. Интервалы и количество автобусов на линии готовы менять в зависимости от пассажира потока. В таком режиме транспорт будет курсировать до 11 мая. После вернется прежнее расписание. Всего в Саранске транспорт ходят по восьми дачным маршрутам. До Лыковщина, Булгакова, Болотникова, Перхляя, Кадышова, Красные Рудни, Рузаевских дач, Ключерева. Ольга Данилова, Сергей Соколов. Народные новости. Продолжение следует...